ну вот вот теперь всем привет зая не мешай и показываю я свою старенькую шкатулку которую в принципе можно декорировать каким удобным способом можно расписать можно ее чем-то украсить в общем простор для фантазии много и именно вот такие шкатулки я девяносто втором году девяносто первым девяносто втором расписывала я когда купила их в количестве 300 штук по моему даже больше было всяких разных размеров это вот покрашена морилкой привезли их из беларуси была тогда знаменитая фабрика вот и там наверное все помнят инкрустация соломкой очень красиво и у меня была знакомая которая зая что ты делаешь и которая съездила домой и фабрика закрывалась все распродавалась видимо очень дешево и когда она привезла мне эти шкатулки она вложила по 5 рублей а для того чтобы была ориентация какая-то я могу вспомнить буханка хлеба продавалась за 25 рублей булка по моему за 20 потому что она была легче хлебушка и вот я набралась всяких-всяких шкатулок тогда и вот эти шкатулки я расписывала покрывала лаком обтягивала их внутри вот так она выглядит здесь у меня ребеночка уже порисовал у меня несколько штук осталось их можно довести до ума прежде всего почистить помыть вот обтягивать все очень просто берется картон вот такого размера и затем на клей подклеивается стричь бархат или стричь велюр и также вот донышко бока все это делается сейчас данный момент у меня там всякое всячина лежит для этой шкатулки значит так ориентируем и примерно нашли . мы уберем и я дальше продолжим показ вот это вот мне такие фломастеры для того чтобы можно было покрасить ленты вообще эти фломастеры используются для росписи по ткани я точно не могу сказать как и пользоваться именно этими но мне научила наталья из испании я давала на нее ссылочку на ее youtube канал рукодельница бога очень аккуратная очень креативная у нее идеи фантазия богатейшая просто очень аккуратная работа у нее просто загляденье и вот например вот берем ленточку вот такой вот длины и вот что у нас получается посмотрите красим по краешку этими фломастерами затем наливается стопочка водки не для вдохновения для того чтобы обмакивать ватную палочку и затем мы начинаем вот этот штрихи вот этих фломастеров растушевывать водка растворяет краску она расходится сама как ей нравится как и удобно получается вот такой вот вот желтая у меня еще видимо в процессе просто что подвернулась под руку я взяла взяла принесла сюда чтобы показать как пример как пример того что может из этого получиться это вот один набор есть у меня еще один и я со временем конечно буду обращать внимание на такие вот фломастеры больше сколько сейчас продается материалов вот такая лента мне пришла это органза 40 метров очень красивые изделия из нее получаются хоть цветы хоть бантики вот все что угодно можно из них делать и так вот тут у меня есть пряжа это вот недавно совершенно пришла мне пробная пляжа вот она вот так выглядит вот я такую пряжу искала долго в этом году нет декабре я купила таких вот вот таких молодцев вот это снеговики очень смешные видите какая у них пряжа и все я загорелась такие сделать в руках звезда называется патч шапку есть из чего сделать и лица тоже можем ботинки мне нравится но вряд ли их повторю а может и повторю это пенопласт и так что у нас тут вот у нас и такая вот основа на нее уже все это крепится вот такие вот руки вот ноги болтаются на веревочках очень интересная поделочка и обошлась она что мне совсем смешные деньги 250 что ли он довольно большой вот на целую растопленную ладонь и стала я искать пряжу нашла один магазин с пряжи очень похожи ну вот практически вот такой вот практически и началась у меня тоже опупея с этой пряжи в общем идет она идет 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 и дойти до меня она никак не может а продавец под шумок как оказалось продлевает и продлевает есть руки хотя у них на сайте под этим товаром четко прописано 50 70 дней доставка если нет они могут продлить но они должны согласовать это все тело со мной вот и да кстати там она ли уже действует новая программа мы с валерий все это обсудили уже и я обнаружила это вчера когда хотела выписать бомбоньер очки мне пришли бомбоньерки вот такого вот плана ой ой улетела улетела крышка вот стоит она 54 цента плюс там небольшая совсем накидочка на доставку вот такая вот крышечка сюда что-то кладется вот так вот она закрывается вот эти бомбоньерки можно декорировать любыми способами у меня есть несколько примеров и называется они уже в готовом виде таросиками таросики это армянское слово язвить и означает она то ли вперед то ли продвижение что-то такое но их дело не в этом дело в том что их дарят гостям в армении очень богатые свадьбы у меня там живет сестра двоюродная и тетка там я уже за недалеко за 90 старожил она у нас вот и младшая сестра выходила замуж вот буквально наверное через год после того замеутрясения восемьдесят восемьдесят восьмой наверно был год нас приглашали в гости и не получилось мне поехать потому что муж был против у меня просто не пустил он боялся очень что повторится сам не поехал и меня и потом сестра рассказывала что у нее младший муж армянин и свадьба была очень богатая родственников очень много собралось и только мы были как бедные родственники и вот на таких свадьбах в армении еще знаешь на крестинах гостям принято дарить таросики то есть вот такие маленькие памятные подарочки я вот свои букетики как раз вот это была идея сегодня посмотрела что там предлагают целлофан предлагают потом кулечки из рогожи с крошевом в общем насмотрелась опять ну я все-таки решила вот сделать запас таких вот под банер очек вот и я думаю что куда-нибудь они у меня пойдут и когда я стала уже решила правил купить первые четыре штучки там буквально какие-то за пересылку тридцать девять что ли центов было а за пять уже три с чем-то хотели я решила купить пока четыре и я уже вижу цена то не соответствует на десят по моему центов дороже вот оказывается они уже запустили программу с этими налогами и если здесь на там уже не будет никаких проблем не надо будет самим растамаживать то это очень удобно это даже уже видишь сколько тебе налог налог набросили ну и проверяла там один тоже такой большой довольно заказ и что-то там из 20 евро из 19 или там три добавлено ну конечно не очень это приятно но не так это и смертельно как оказалось и так с этим магазином у меня начались разборки причем вцепились они в эту пряжу и кроме того они потеряли мой заказ на приспособление от этой самой для машины швейной там две такие штучки небольшие я выписала не скажем так я могу без них обойтись они совсем копеечки стоили две штуки там на 2 евро что-то вот и потерялись и как они начали требовать с меня чтобы я взялась разыскивать эту посылку дошло до того что даже начали прислали мне телефон на наш таможне звоните туда его сейчас говорю разбежалась уже я вам разыскивать вы ее потеряли вы ее ищите вы сами такое выбрали путь следования посылки я говорю я ничего не выбирала у вас там других других предложений не было кроме этого поэтому когда вы писаете с алиэкспресс всегда внимательно смотрите что они предлагают все это на странице заказа срок доставка какой она почты пойдет это все нужно учитывать если у них там есть несколько видов вернее несколько путей доставки надо посмотреть что тебе выгоднее вот некоторые до некоторая доставка через какие-то эти идет она быстрее но там надо доплачивать за доставку я обычно пользуюсь бесплатной вот но там на странице с этим приспособлениями к швейной машине там не было больше ничего кроме вот единственного вида доставки в общем я с ними ругалась ругалась так что мне уже стало самой смешно думаю из-за двух евро вот настолько они там скандалят какие они жадные и когда у меня пришел срок что как-то они видимо проворонили что вот это вот пряжи нет я как посмотрела боже мой она мне идет с января месяца а это было все вот в июне вот на и уже в начале июня и я с ними сцепилась еще из-за этой пряжи а пряжа у меня была на каждой выписана каждый цвет вот единственное что ой 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 задела вот такой чисто белый нету вообще такого белого нету все он то желтоватым то сероватым каким-то оттенком к сожалению и вот я с ними начались у меня с этим магазином разборки вот и я тоже на него ссылочку дам чтобы уже в будущем кто-то туда не попал потому что кому хочется иметь разборки за свои деньги и у меня что-то там было на 28 евро что ли заказ и вот еще я началась та же самая пупея с пряжей как раз прямо по сценарию как и с приспособлением для швейной машины в общем переругалась я с ними везде написала жалобы везде написала отрицательные отзывы в самых таких негативных тонах все в общем я постаралась предупредить людей насколько только можно чтобы они с этим магазином не связывались вот ну и начала я опять искать эту пряжу заново боже мой там я пролистала наверное из шестидесяти предлагаемых пятьдесят восемь точно страницы я нашла вот этот магазин заказала пробные четыре вида пряжи она потемнее на самом деле немножечко вот селеневую я положила она немножечко поблескивает вот голубая очень красивая пряжа вот желтая по пятьдесят грамм стоимость по-моему два пятьдесят тоже ну я скажу что не очень то это дешево и допустим если вот такого снеговичка сделать вот интересно мне сколько туда грамм пряжи уйдет вот потому что снеговиков я поделаю